В той части книги, где вы познакомитесь с тем, чего вам бы не видеть, не слышать не хотелось бы, под ружейным дулом 548-го калибра не пугайтесь и смело продолжайте читать. У вас хотя бы будет шанс обойти стороной некоторые возможные, но, к сожалению, пока еще случающиеся факты людского сосуществования. Переверзев и странные люди, радостная новость распространялась по палатам со скоростью лесного пожара. Не успеет клоун войти в здание, как все дети уже будут ждать его в комнате для игр. Разумеется, все, кто может самостоятельно ходить, а остальные их привезут в креслах у медсестры, и только пациенты, подключенные к аппаратам жизнедеятельности, не смогут увидеть представление. Сергей Константинович спустился в вестибюль как раз вовремя, чтобы встретить входящего Максима. Он был одет в свой неизменный наряд клоуна, а его глаза, как всегда, были полны грусти. Грустный клоун. Байдаков АВ – грустный клоун. Я смотрел на звездолеты Великой Щели, как их шарообразные блестящие корпусы с бесчисленными стержнями, с приборами и оружием пролетали мимо моего корабля. Я не мог уже двигаться полноценно, ибо был приговорен к смерти. За что? За то, что отдал земные технологии водным жителям и сказал, что человечество должно умереть, как и многие другие народы. Но почему я это сделал? Зачем полюбил шестиногих кальмарообразных чудищ, размером с трехлетнего ребенка, больше, чем людей из сталверенных нации? Много кто спрашивал меня об этом. Никто не верил моим ответам. Они не понимали меня, но понимали жители Щели. Эта планета в 12,3 световых лет от Земли крутится вокруг Таукита. Лишь один процент суши. Одни острова, самые большие из которых в самой широкой точке 5 километров и в длину, лишь двое больше. Никакой стабильной суши. Континенты так и не поднялись из-под воды. Одним словом, металл не выплавишь, завода не поставишь. Так что они по всем законам развития цивилизации должны были остаться на каменной стадии. Но они все живое на Щели имело иммунитет к воздействию древних бесплотных сил. Они уникумы, и я знал это. И эти самые силы натравливали людей друг на друга. Мешают цивилизации развиваться полноценно. А если и не мешали, то только для уничтожения других цивилизаций людскими руками, чтобы устранить от них угрозу. Цивилизация Края, Другала, Ахерон. Все их свободные миры были людьми разграблены. А сами разумные жители сгноены в лагерях смерти. Хотя было полно миров безразумных жителей и с немалыми ресурсами. Но нет, надо было именно их, потому что люди, как выдрессированные шавки, слушали силы, которых раньше звали богами, роком и судьбой. Я ненавижу их и ненавидел всегда, но все говорили, что они добрые и всегда помогают людям. И обходили стороной тех, кто потерял семьи, стал коллегами, претерпел насилие. И что самое страшное, люди знали, что силы к этому причастны, но кивали и говорили, Божья воля, эта пассивность и покорность меня приводят в ярость до сих пор. Такая цивилизация не имеет права жить. И я ненавидел людей не меньше, чем их бесплотных хозяев. Немощь тела и разбитое сердце, вот как щедро меня отделили добрые пастыри. И я поклялся отомстить за всех, кто пострадал так, как я. И смеялся от того, что скоро справедливость настанет раз и навсегда. Когда я полетел изучать щель, сослали по факту на крайну за болезнь и отсутствие связей. Я истово в положенных словах писал, что они варвары, дикари, че планету надо покорить, а население уничтожить. Но не видели люди, что я знал правду. И ненависть в моих глазах была не к этим жителям океана, а к своим, так сказать, сородичам. И смерть, в моем взгляде, все приписывали скорому геноциду щель. Их посмели звать кракенцами и сравнивали с тухлой рыбой. И не видели, что я смотрел с ненавистью и видел смерть именно людям. И варварами, хотя нет этого слова, люди недостойны, дрессированными погаными собаками звал про себя именно людей. Не подвластные силам, которые звались ими с отвращением серыми. Они оказались лучше людей. Не бросали своих раненых умирать или на отшив жизни. Не было неравенства, никаких кредитов и насилия к своим. Это правда. И я рассказывал им все о земных технологиях. Неожиданно списанное в утиль нано-покрытие и аппаратуру я отдавал жителям щели и учил, как пользоваться. Я знал, чем это кончится, ибо рассказал о фашизме людей и участи других цивилизаций, не решившихся очистить вселенную от людской мрази. И знал, что то мой путь, мой выбор. И они решили справедливо уничтожить землю и все миры, оскверненные людскими отродями, к которым я больше себя не относил. Ты наш брат, ты один из нас, и мы не бросим тебя за твой вклад. Ты будешь жить среди нас всегда, говорили они цветными узорами на телах их языке. А мою речь, как и их узоры, переводил прибор, но я старался сам читать их язык, моих новых братьев. Сам я не человеческое отродье и проклял весь людской вид. Они вылечили меня от немощи и внедрили свои клетки, чтобы я постепенно превратился в одного из них. Счастье я больше не человек, не только морально. Слава щели. Я принял решение, я сознательно. Я знал, что серых надо остановить, и жить в космосе должны те, кто никогда не будет рабом. Никто не рожден быть рабом, кто думает иначе и не имеет права жить, кто не согласен с этим тоже. Я научил щель, так звал их цивилизации по привычке, ибо щель от английского отмеля или шелл, хорошо пользоваться оружием, добывать ресурс, благо силовое поле позволяло добывать все из любых глубин океана. И вот теперь, когда я поехал на доклад к начальству, то узнал неожиданные новости, что земля разгромлена, а водяные монстры убили всех, считая моих знакомых. Но я не смог изобразить скорбь, списав это на шок и мысленно смеясь, ибо я ждал этого всю жизнь, ждал очищения из большой буквы. Знаете значение понятия «светлая ненависть»? Вот теперь я утолил ее, отмщение настало. Когда я докладывал дежурные вещи и удивлялся хитрости кракенцев из щели, все уже понимали, понимали, все видели свою смерть в моих глазах. Поняв, что прятаться больше незачем, я засмеялся в голос, больше не изображая землянина. Неужели вы думали, что ваш поганый род не сдохнет, как ему и было положено? Вы падали и всегда ей были, рабы серых, агнцы Божьи, слуги Рокотьфу. Я сделал это сознательно. Я бы лично передушил вас всех, но это сделают с наслаждением мои братья. Наконец-то справедливость свершилась, и вселенная освободится от погани вроде вас и вам подобных. Я один из свободных жителей вселенной, а не людская погань. Я отрекаюсь от человеческой сущности, от своей семьи, от всех вас. Щель моя семья, я один из них. Это мой выбор навечно. Меня повязали, избили, но были в ужасе, ибо я при всех ударах продолжал смеяться и говорить. Все вы попались, все до одного попались. Я всю жизнь ждал этого дня. Не я, все страдавшие отомщены, и все, кто захочет, станет щелью, как стану и стал я. В общем, суд был скоро, и избитого меня посадили в космический корабль без основного жизнеобеспечения, чтоб медленно умирал, а мои мучения транслировались на камеру. Отправили в сторону треклятой щели. Сдохни около новой родины, напутствовал судья, сломав мне нос лично. И вот, летяя, я вспоминал все это, но, видя звездолеты моих настоящих братьев, я подавал сигнал, известный только им, и меня подобрали. Они оказались лучше людишек в разы, и я стал одним из них, хоть процесс превращения был очень болезненным при всех даваемых лекарствах. И теперь, став одним из них, я рассказал все о людях и их военных секретах. Я стрелял по ним с собственным наслаждением, стил. Меня понимали, и после уничтожения этой погани, кроме тех, кто захотел стать одним из нас, Конечно, наш народ, народ щель, стал править вселенной. Справедливость настала, идейные рабы, кого и чего угодно, нам и уничтожались свободно, и становились наши ряды. Никто не должен быть рабом. Продолжение следует...